Мегаприматус конг Вымершен ныне вид гигантских гориллоподобных обезьян с острова Черепа. Вероятно являются потомками гигантопитеков, которые попали на остров, подавно исчезнувший в узкой полосе земли из Азии много тысяч лет назад. Мегаприматы жили небольшими семейными группами самки, их детеныши и более крупные самцы. Местами их обитания были районы с обильной растительностью, в особенности джунгли. В основ их рациона входили фрукты и бамбук, хотя при случае могли ловить и мелких животных. Появившееся на острове Черепа примитивное туземное племя приносило последнему конгу человеческие жертвы, которых он употреблял в пищу в своем логове. Поведение мегаприматов было схожим с обычными гориллами. Они общались друг с другом при помощи звуков, устрашая врагов свирепым рычанием. Природных врагов на острове у мегаприматов практически не было. Реально угроза исходила от крупных вастатозавров, которые предположительно начали вымирать с сокращением численности мегаприматов и охочащихся стаями венатозавров. В воде большую опасность представляли пиранья доны, а ночами на охоту вылетали рукокрылые терапус мордоксы. Крупные самцы могли противостоять всем этим врагам в одиночку, сражаясь даже одновременно с тремя вастатозаврами. Но детеныши были очень уязвимы, становясь иногда жертвами и крокодилоподобных фетодонов. Помимо противостояния опасным хищникам, мегаприматы враждовали и друг с другом, подобно гориллам. Крупные вастатозавры не боялись атаковать одиноких мегаприматов. На стороне нападавших были сильные челюсти, крепкие кости и твердая шкура. А на стороне мегаприматов была сила и интеллект. Приматы могли использовать подручные средства, деревья и камни, и тем самым крупный самец мегапримата мог противостоять целой стае вастатозавров. Последний представитель мегаприматов, собственно Кинг-Конг, был увезен в Нью-Йорк Карлом Дэнхэмом, где вырвался на свободу во время шоу и был расстрелян бипланами на Empire State Building. На Кинг-Конге прекратилось существование всего вида огромных обезьян. Точно неизвестно, когда именно мегаприматы появились как вид. Их предковые формы гиганта Питеки имели рост до 3 метров, а мегаприматы – до 6 и более, судя по найденным на острове многочисленным скелетам. Мегаприматы должны были очень быстро адаптироваться к условиям на острове, раз какое-то время существовало несколько их популяций. Древняя цивилизация, обитавшая некогда на острове, оставила множество статуй, изображающих мегаприматов. Вероятно, те люди поклонялись им как богам. Возможно даже, что первые люди появились на острове одновременно с мегаприматами. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании, поддержите проект.